Татьяна Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня в нашем городе набирает оборот такое направление, как канистерапия. Можно об этом более подробно? Что это такое? На кого рассчитано вообще? И для кого? На кого нацелена? Канистерапия, чтобы вам было просто понятнее, я скажу, что есть два другие слова. Ипотерапия и дельфинотерапия. Ипотерапия это с лошадьми, дельфинотерапия с дельфинами, канистерапия, здесь принимают участие собаки. Это положительное воздействие животных на человека, конкретно на ребенка. Здесь мы не будем лечить больных детей с ДЦП или еще с другими отклонениями, как обычно с дельфинами или с лошадьми занимаются. Здесь собаки привлекаются к работе с детьми с девиантным поведением. Что более понятно было простым языком, это с теми, у кого есть поведение не очень социальное. Дети агрессивные или не хотят играть, может быть, у них какие-то вредные привычки есть. Может быть, это социальная проблема, а может быть, это проблема и медицинская, потому что есть и такие случаи. Так вот, собаки, мы все давно знаем, что они благотворно влияют на человека. Они же говорят, что она друг человека. И вот здесь идет отдельное направление, когда обучают и собаку, и ее хозяина, чтобы они могли взаимодействовать с таким ребенком и выводить его из сложной ситуации психологической, чтобы он становился более адаптированным для нашей жизни. Вот сейчас вы ищете волонтеров в лице хозяев добрейших собак, которые будут впоследствии общаться с такими детьми. Все правильно мы понимаем? Все правильно. А дети, это могут быть просто дети, у которых есть какие-то сложности с воспитанием, поведением, образованием? Или же это дети, которые на сегодня проживают в центрах реабилитации? Это могут быть любые дети. На момент обучения, на момент прохождения практики мы постараемся выйти на отдельные учреждения. Конкретно это могут быть совет ветеранов. Мы постараемся с нашим заводским советом ветеранов договориться. Ну и будем, конечно, пытаться выйти на наш детский дом, центр социальной помощи семье и детям. Я думаю, что они нас поддержат. Это масштабный проект благотворительного фонда «Синара». Он будет реализовываться только у нас на территории, но или же и на других площадках, где есть присутствие БФ «Синары». Да, на других площадках он тоже будет развиваться. Мы включились в этот проект именно как фонд, именно как все наши территории. К нам будут приезжать тренеры. Часть наших волонтеров по Свердловской области будет проходить тренировки и обучение в Екатеринбурге, от нас и Каменско-Уральского, на других территориях, в городах. Что ждет участников этого проекта? То есть и собак, и хозяев, заводчиков, питомцев. Чему их будут учить? Ну и собаку будут учить хорошему поведению, не агрессивному, терпеть прикосновения, потому что некоторые собаки, они сразу начинают либо прыгать, либо убегать. Вот будут обучать собак взаимодействию с ребенком, а хозяев понимать свою собаку, внимательно относиться и к ребенку, с которым работают, и к своему питомцу. Есть какие-то требования для желающих пройти это обучение? Тут наверняка речь идет не только о хозяине собаки, но и о самом питомце. То есть каким требованиям он должен соответствовать? Может ли это быть молодой пес или же нет никаких возрастных ограничений? Может ли стать ограничением порода собаки? То есть какие требования есть к участникам? Ну, по породам собак это, естественно, бойцовские собаки исключаются. Кроме того, если собака проходила служебно-караульную службу, она тоже исключается, потому что команда будет взаимоисключающей. Ей нужно будет принимать посторонних людей, а служебная караульная собака, она их, наоборот, должна отгонять. И от хозяина, и от объекта. Это исключение. По другим породам, по характеру, по возрасту, да, по возрасту еще есть минимум 6 месяцев должно быть питомцу. Щенки нет? Щенки нет, потому что им сложно. Они просто еще физически не готовы к этому. Ну, и, конечно, сами хозяева должны быть готовы к тому, что они будут общаться, будут воспитывать своего питомца, а не просто наслаждаться его обществом. Вот сейчас мы говорим об обучении. Если посмотреть на перспективу, можно ли говорить о том, что в Полевском когда-то, возможно, после прохождения и участия в этом проекте, будет создан какой-то центр канистерапии? Возможно, у нас будет филиал такого центра. По крайней мере, у нас будут волонтеры, которые будут закреплены за вот этим центром города Екатеринбург. От нашего города уже есть желающие? Уже к вам обращались? Да, обращались. В первых рядах у нас, конечно, волонтеры ВПК-бригада. И их питомцы. И их питомцы, естественно. Куда можно обращаться, если, к примеру, сегодня, посмотрев это интервью, у полевчан возникнет такое желание присоединиться к этому движению, стать волонтером, оно впоследствии помощником в воспитании здорового поколения? Нужно заполнить анкету. Анкета у нас размещена и на сайте благотворительного фонда Синара, и на сайте Полевской 24 у нас было объявление именно о канистерапии. Там есть активная ссылка. Перейти туда, заполнить анкету, и с вами свяжутся. Может ли один волонтер привезти двух или трех собак? Мы знаем, что иногда у заводчиков их несколько. Или же на каждую собаку один волонтер? Я думаю, что это нужно обратиться именно в эту организацию, заполнить анкету, а там дальше уже будет отбор. В любом случае отбор будет, потому что не каждая собака все-таки способна будет пройти от обучения. Но есть какие-то ограничения по количеству участников? Там 20-15 человек от территории? Нет, от 20 до 40, поэтому мы сколько желающих наберем, а там будет отбор, я думаю, мы всех проучим. А когда начинается обучение? Ну, как только соберут анкеты, пока вот еще в марте они собирают. Я думаю, что с апреля начнут. Большое спасибо вам за беседу, я думаю, что участников у вас должно прибавиться.